Всем привет! В нашей семье продолжается разбор гардеробов. Сегодня очередь дошла до Гордея. Это наш старший сын, ему 15, он учится в школе. Мы потом ему зададим несколько вопросов насчет его отношений с одеждой, о том, как вообще в его поколении относятся к одежде, а пока мы хотим показать кое-что. Это детский шкаф с одеждой, здесь хранятся вещи всех трех детей. Это единственный шкаф, который стоит на втором этаже, и примерно половину шкафа занимает вещи Гордея, причем тут довольно много всего однообразного. И самая главная проблема в том, что тут довольно много того, из чего Гордей на самом деле уже вырос, потому что за лето, мне кажется, он сантиметров на 5-7 вырос, и многие футболки ему просто, я вот смотрю, что стали коротки, либо по длине, либо по длине рукава, либо и там, и там. В общем, сейчас мы все это вытащим, перемеряем, посмотрим на то, что здесь висит. Еще отдельно у Гордея есть комод, в котором лежат джинсы и спортивная одежда, и, может быть, если мы не заленимся, то еще посмотрим на верхнюю одежду. Погнали? Погнали! Я думаю, что Гордея, может быть, по некоторым вещам будет давать какие-то комментарии, но мы постараемся поскорее все это разобрать, чтобы не грузить вас подробностями про каждую вещь. Это какая-то мерчевая футболка, по неясной причине, которая очень хорошо мне подходит, и она мне очень нравится. Выбрасывать ее я не собираюсь. Тут у нас некоторое количество футболок, которые Гордеи носят регулярно, и про них у нас нет сомнений, что они нормальные по размеру, поэтому их мы примерять не будем. Давайте перейдем к тем, которые подозрительные. Вот эту вот футболочку мне привезла бабушка, мне очень принято ей нравиться, и я думаю, что буду ее носить. Когда? Дайте точную оценку, пожалуйста. Когда-нибудь. Вот эту вот футболку мне подарила моя тетя из Бразилии. Тут вот есть мое имя. Мне она очень нравится как память. Но ты ее ни разу не надевал? Не. А наденешь? Возможно. А честно? На спорт, вероятнее. Давай ты начнешь носить реальную физкультуру? Может быть. В общем, мое внутреннее чувство и ощущение, кажется, меня подвело. У меня было ощущение, что у Гордей вот просто гора невероятной одинаковых футболок, но разбор показывает, что это не так. Я знаю, в чем одна из причин. Одна из причин в том, что сейчас большая довольно часть футболок, как раз тех самых одинаковых черно-серых, они в стирке. Но поскольку они в стирке, это значит, что Гордей их реально регулярно носит, и, видимо, они подходят. В общем, пока наша добыча всего две футболки, но я не отчаиваюсь. Сейчас мы перейдем к разбору рубашек, худи и верхней одежды. Мне нравится. Это индийский Кельвин Клейн. Я ее куплю где-то в секонд-хэнзе, в Харольме. Да, где-то в Харольме. Но она мне очень нравится. Вот это вот стопроцентный шерстяной свитер. Я его использую для утепления. Он его у меня отобрал! Пока Гордей пошел гуглить, чем худи отличается от свитшота и толстовки, свитера и так далее, я хочу сказать, что, в принципе, мы у себя в семье совершенно свободно меняемся одеждой при необходимости. То есть я могу взять какие-то вещи у Гордей поносить, Андрей может взять какой-нибудь свитер у меня. Я у Андрея регулярно утаскиваю всякие футболки, рубашки, джинсы. Вот и сейчас, кстати говоря. Так что, в общем, у нас нет такого, что если вещь чья-то, то никто другой ее взять не может. Естественно, с согласованием мы совершенно спокойно берем друг у друга вещи. Еще в шкафу обнаружились спортивные брюки. Их тут быть не должно. Я их сейчас переложу в комод, верну на место. Еще мы, наконец, переходим к верхней одежде. Здесь есть такая ветровка-дождевик, она совершенно водой-воздухонепроницаемая. То есть в ней, на самом деле, довольно жарко и некомфортно, но совершенно сухо. То есть она совсем не промокает. Гордей в ней ездит, когда вообще адский дождь. У нас у всех есть такие ветровки, потому что, когда ты на велосипеде круглый год в любую погоду, то без такой штуки очень тяжко. Итого, от чего мы избавляемся. Футболка, я ее вытащила только что из стирки. Она реально прям совсем мала. И именно появление этой футболки на горде заставило меня начать вот это все разбирать, потому что я поняла, что мальчик прям совсем вырос. Черная футболка, которая, в принципе, хороша по размеру, но она уже не черная. И реально прям уже такого вида потасканного решили от нее тоже избавиться. Еще одна футболка, к сожалению, мала. В принципе, в ней все ничего, но ничего не поделаешь. Рукава реально коротки. Худи, толстовка, не знаю, как сейчас это все называется. Свитшот, нет, свитшот, наверное, без молнии. Короче, худи, если капюшот, значит худи. Я буду так рассуждать. Заберу себе, потому что гордею реально маловато, а мне в самый раз. И еще одна футболка, тоже просто мала, короткий рукав и как-то слишком в обтяг, в плечах не по размеру гордею уже совсем. Соответственно, эти вещи мы, скорее всего, сдадим в секонд-хенд. Так, ну я считаю, что стало прям гораздо лучше. Вещей стало меньше. Футболки это не все, как я уже говорила. У нас часть сейчас в стирке. Ну там буквально, наверное, штуки, может быть, три, может быть, четыре. Что мне не нравится. У Картя было две футболки с красным, и он их обе ликвидировал. То есть сейчас у него такой чисто черно-серо-голубой гардероб. Но с другой стороны, если им так нравится, ну пусть. Все, вещей здесь стало сильно меньше. Часть я отсюда убрала куртку и убрала отсюда спортивные штаны. И мы выбросили некоторое количество вещей. Наверное, не выбросили, а сдадим их в переработку. Либо отвезем в секонд-хенд. И одну кофточку я забрала себе. Есть ли у тебя любимый цвет в одежде? Смотря какая-то ситуация. Например, когда-нибудь в Рождество я бы с радостью носил что-нибудь красное. Но все остальное время я бы носил что-то более серое, черное. Когда ты приходишь в магазин сам и собираешься покупать одежду, по каким критериям ты ее выбираешь? Цвет, качество, бренд, цена? Я выбираю по качеству пошива, иногда по бренду, иногда по цене. Есть ли у тебя какие-то предубеждения против одежды из секонд-хенда или из каких-нибудь блошиных рынков? Предубеждений у меня нет. Главное, чтобы одежда была хорошая. Как ты относишься к тому, что иногда тебе достаются какие-то вещи, которые до этого носил папа, мама, Андрей, кто-то еще из семьи? Если это незаметно и качество одежды хорошее, то мне все равно. Как ты относишься к тому, что бабушка, например, иногда привозит тебе какую-то одежду без согласования с тобой? Это приятный сюрприз, если она мне подходит. А если нет? То неприятный сюрприз. Расскажи, пожалуйста, как одеваются твои одноклассники? Есть ли у вас какая-то униформа в школе? В чем вы вообще ходите каждый день? Униформа у нас в школе нет. Большинство людей ходят в джинсах и футболках. А девочки во что одеваются? В леггинсы. Часто ли вы вообще в своей среде обсуждаете, кто во что одет, сколько стоит одежда, что-нибудь про бренды и так далее? Только если бренд очень популярный или одежда стоит очень много денег, тогда это повод обсудить. Ну а в целом, если бы у тебя не было никаких ограничений по финансам, ты бы покупал вещи такие супердорогие с надписью во всю грудь, с названием бренда или выбирал бы что-то просто, что тебе нравится, независимо от цены? Если бы у меня не было ограничений по деньгам, я бы все равно покупал то, что мне нравится. Ты работаешь, у тебя есть некоторое количество своих денег. Как ты их распределяешь? Стараешься ли ты в первую очередь покупать еду, потом одежду, потом как-то развлекаться или в каком порядке у тебя идут приоритеты? Сначала еду, потом развлечения, а потом уже одежда. На этом мы с Гордеем с вами прощаемся. Спасибо, что посмотрели разбор подросткового гардероба. Мне кажется, что дети сейчас, вот эти вот дети, они одеваются, наверное, сильно лучше, чем я в его возрасте, но при этом довольно однообразно и заставить надеть что-то новое, интересное очень сложно. Почему у тебя все черно-серое? Потому что это стильно. Пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.